Полное принятие за то, что Ты принимаешь нас такими, какие мы есть, и это вообще не нашими силами. Спасибо, что Ты, Иисус, совершил нашу праведность, и мы имеем дерзость приходить к престолу благодати. Даже если наша совесть осуждает нас, но не Ты. Отец, спасибо Тебе, что Слово – это Ты. Бог, спасибо Тебе за все. Спасибо за Святого Духа. Спасибо за то, что Ты такой. Ты лучший. Бог, Ты самый лучший. Знаете, у меня вчера такое классное видение было. Но мы там молились, поклонялись, и я увидел одновременно, у меня впервые такое было видение, я увидел одновременно Бога Отца, Иисуса и Святого Духа. Они были такие классные. Они были совсем не похожи на тех, кто изображен на иконах, ну или как я себе их представлял раньше, бородатый, с белой бородой Бог Отец, важный, строгий, такой, с порчинами. Дух Святой какой-то вообще был непонятный. Они, ну это так необычно вообще было в моем переживании. Знаете, как, если кто-то, может быть, смотрел фильм «Хижина», ну, конечно, Бог Отец не был афроамериканцем. Я потерял часть зрителей, которые не признают этот фильм, простите. Но благословляем вас, то есть на то, что у вас есть Святой Дух, фильтр, если вы смотрите обычную фантастику, то почему же это не посмотреть? Тем более есть соль у нас, есть Дух Божий и так далее. Ну, я слышал просто, что не все почему-то его адекватно воспринимают. Ну, в общем, это было так прикольно, так классно, и они были такие счастливые, так были рады меня видеть. Все трое, ну, и они улыбались. Вообще просто такие класс, такие смотрят на меня здорово. И все, все мои молитвы, все мои слова, все мои перед твоим великим престолом, они просто остановились. Ты пришел в место, где тебя рады видеть, где ты чувствуешь, что троица – это твоя настоящая семья. И вы знаете, это ломает все мои религиозные представления. Уже много лет я понимаю, что это странно, может быть, очень прозвучит, но вроде бы мы все верим в одного Бога. Ну, казалось бы. А потом ты начинаешь понимать, что мы, по-моему, верим в разных Богов. И, ну, мне кажется, это мое личное мнение, что, знаете, как цель врага, самая большая, я много давно об этом говорил, она заключена в том, чтобы спрятать настоящее лицо Бога от нас. Знаете, как исказить его образ. Ну, какой он. У меня недавно было видение, тоже еще одно классное сновидение, какое-то время назад. И Бог, ну, по-разному со мной говорит. У меня много различных духовных переживаний. И последнее, то, что поменялось, ну, я начал, я пересмотрел свое отношение к снам вообще в корне. Раньше я думал, это что-то мутное, непонятное. Вот. И там истолковывать надо, что-то поменять, понимать. То ли время такое, что Дух Святой через все говорит, то ли старцем потихонечку становишься. Я шучу. Но это был очень ясный сон. Это второй раз, когда Бог меня забирает в прошлое. Первый раз, ну, я был в прошлом, я видел открытое видение. Я попал к первым христианам. Отдельная тема. А в этот раз, ну, я очутился на служении Иисуса. Настолько это было четко и ясно, что это полностью перевернуло вообще меня в последнее время. То есть это одно из самых сильных переживаний. Знаете, я перестал относиться к снам, как к чему-то другому. То есть я не разделяю видение, которое ты видишь так, и которое ты получил там. Знаете, как Павел сказал, не знаю, в теле, не в теле ли. И, может быть, пару людям я об этом рассказывал. Но представьте, настолько четко я очутился среди вот этих людей. Какая-то возвышенность. Вот эта вот местность. Непонятная для меня растительность. Толпы людей топятся. Я вижу, как проповедует Иисус. И я-то там со своим менталитетом из будущего. И, знаете, я смотрю на это все, что там происходит. И посреди вот этой толпы народу и того, как Иисус проповедует передо мной, меня просто как будто пронзил ток и шваркнуло молнией. И вдруг я осознал самое простое и большое откровение в моей жизни. Вот все, что он делал на своем служении, он показывал Бога, который любовь. Я смотрю на него, и вдруг я понимаю, вот реально все, что он проповедует, это любовь. Люди никогда до этого, они не видели власти и силы, но они не знали Бога, который любовь. Они знали Его, как Яхве, который сотворил все. Они знали Его, как Юдхей Вавхей, как Эльшадай, даже как Целитель. Но они никогда не знали о том, что Он любовь. И это просто меняло сознание. И вы знаете, в тот момент, когда я это осознаю, он останавливал время. Знаете, как в фильме каком-то спецэффектов. Люди замерли. Все вот остановилось. Он как будто понял, что я там. Знаете, как увидел меня. И вдруг он останавливает всех этих людей, поворачивается ко мне, смотрит на меня и говорит, я хочу, чтобы ты проповедовал любовь. Не придумывай ничего больше. Не нужно. Просто проповедуй любовь. Это твое послание. Сон снес мне крышу. Ну, такие вещи, ну, они очень сильно впечатляют. Я видел его так, как будто я вижу вас. И вот он мне это сказал. И как-то вот, когда он это объяснил, знаете, вот просто как за секунду через тебя пролетели все местописания, которые ты знаешь. Вот как будто ты в один момент понял абсолютно все. Все, что хочет мир сегодня. И все, что люди ищут. Это любовь. Если меня спросят, почему ты верующий? Почему ты с Богом? Почему ты фанатик? Почему ты сектант? Я скажу, он захватил меня любовью. Если меня спросят, а что ты знаешь вообще о Боге? Я скажу, вы знаете, как Павел? Я ничего о нем не знаю. Это то, что сказал Павел. Я вообще не знаю ничего, кроме Христа распятого. И я понимаю, я ничего о нем не знаю. Я знаю только одну вещь. Одну. Он безусловная любовь. Вот как им я его знаю. Интересно, а что мы знаем о любви? Я бы хотел вас спросить. У каждого свой список под этим словом. Есть женщины, которые всерьез считают, любит, бьет, значит, любит. Серьезно. Бьет эта статья. Это не любовь. Если бьет эта статья, это не любовь. Ну как же, кого люблю, того наказываю. А как насчет Христа? где написано, что Он понес все мои наказания. Что Он взял на Себя все мои проклятия. Что Он стал умилостивлением перед Отцом и дал мне свою праведность для того, чтобы я был сыном. Потом Он сказал, я не называю вас рабами, я называю вас друзьями. Вы знаете, а дружба, это ведь отношения по горизонтали. Вот так. Это немножко другое. Это не так. Это вот что-то такое, очень близкое. когда ты просто можешь прийти к Нему. Что мы знаем о любви? 13 главу Коринфянам. Библия говорит, что любовь, Бог есть любовь, сказал Луа. Потом написано, что любовь это совокупное совершенство. Очень какое-то короткое понятие с учетом того, что это всего два слова. Совокупность, совершенство. То есть это сбор всего совершенного. Ну, как я понимаю. Если Бог есть любовь, то что же такое любовь? И интересно, что читая 13 главу Коринфянам, любовь не мыслит зла. Любовь не мыслит зла. Получается, если Бог есть любовь, то значит, Он не мыслит зла. И знаете, это уже тебя отделяет от чего-то. Потому что можно всерьез подумать, что Бог мыслит тебе зло. Но если Он любовь, значит, Он не мыслит тебе никакого зла. или мыслит. Сейчас я согрешу, а Он будет мне зло мыслить. Он же меня так исправляет. Кого люблю, того наказываю. Я знаю это местописание. Мы к нему попозже, наверное, подойдем. Любовь все покрывает. Я читал, что этот стих, слово покрывает, это означает крыша на доме, как защита, как покрытие. То есть получается, что если Бог есть любовь, Он тебе все покрывает. Он не человек, который вытащит твой недостаток на показ всем и будет тебя позорить. Нет. Он заинтересован, чтобы о твоих слабостях никто не знал, кроме Него. Ой, как это? Я чувствую, трещит теология. Что-то рвется. То есть получается, Бог все тебе покрывает. слово все значит все или не все. Как ты это чувствуешь? Правда ли это в твоей жизни? Веришь ли ты в Бога, в который любовь? Вы понимаете, какая штука? Мы не можем доверять тому и по-настоящему того любить, от которого мы не знаем, чего ожидать. мы можем любить взаимно только тогда, когда мы чувствуем безопасность и полное принятие. Любовь, Бог, который все покрывает. Все твои промахи, все твои недостатки, Он их прячет. Говорит, любовь, которая всему верит, я бы, может быть, перефразировал, если в плане любви Бога, наверное, который всегда в тебя верит, который говорит, если у тебя что-то не получилось, у тебя все получится. Любовь, которая никогда не проходит, мне нравится это больше всего, которая не перестает. Несмотря ни на что, Он Бог. Это у нас у людей все меняется. быстро. У Него нет. Получается, Его любовь ко мне, она не проходит, независимо от того, что я сделал? Или проходит? Вы верите в Бога, который вас любит, независимо от того, святой ты сегодня или не очень святой? ой, брат, ты не знаешь, чем я вчера занимался. Тогда ты не веришь в Христа. Как так? Потому что Он моя праведность, а не я. Это ломает теологию. Я понимаю, но так написано, это то, каким я его пережил. То, что я скажу, я могу очень сильно ошибаться, это мое личное мнение, вы взрослые люди, это наверное очень для взрослых сейчас будет людей. Я сразу прошу прощения, особенно если кто-то нас смотрит. Я бы хотел сказать о важности переживаниях. То есть мои отношения с Ним, они выстроены на том, как я его пережил намного больше и точнее, чем на том, что я о нем узнал. Услышите, наверное, что я сейчас сказал. Более 25 лет я изучаю Библию. И мои первые познания, когда я проповедовал лет 13, они были очень странными. То есть я думал, что отче наш молитва, ну так я проповедовать просто начал, избавь нас от лукавого. Я подходил, приставал к людям, я говорю, вот видите, написано, что избавь нас от лукавого. Вот Бог раньше был лукавый в Ветхом Завете, а теперь он больше не лукавый. Ну я просто так это понял, я был ребенок. Это смешно, я понимаю. но люди спасались и исцелялись и приходили в церковь. Я просто прочитал это в Библии и думал, что Бог каким-то образом был лукавым и перестал им быть в Новом Завете. Ну то есть все было хорошо до тех пор, пока я этого не прочитал. Ну поймите меня пожалуйста правильно. Я уважаю слово, я почитаю все эти вещи, но круто, когда слово основано на твоих откровениях, пережитой любви от него, а не тогда, когда ты складываешь образ Бога из слова. Ну я для взрослых сейчас людей говорю, не закидайте меня пожалуйста камнями, как еретика. я понимаю, что Дух Святой оживляет слово, показывает его. Ну вот например, чем больше живешь, тем больше интересного видишь. Например, многие местописания, когда сейчас появились современные переводы, они же имеют полностью противоположный смысл. Одно из таких, например, как если совесть вас осуждает, то не тем паче или Бог. Полностью противоположный смысл написано, но не Бог. То есть получается, Бог не осуждает. Интересно, что местописание о том, кого люблю и наказываю, написано в евреи. Я переживаю это говорить. Но суть в том, что я не уверен, я не знаю, я не разобрался. Но суть в том, что большая часть богослов сейчас и даже люди, которых я очень сильно уважаю, даже открыто об этом говорят в кафедре, что послание евреям не было написано апостолом Павлом. Скорее всего, это был Варнава. Ну, ты действительно и по почерку видишь и так далее. Да, это слово Божье, но тем не менее. И знаете, какое для себя я выбрал, мирило? Есть много, чего я не понимаю. И, ну, я не складываю образ Бога из этого. услышите меня. Есть вещи, которые я не понимаю, но я выбрал верить иначе. И когда я выбрал о том, что Бог меня, безусловно, любит, и я принят, и я не основываю свою веру на достижении Его, а основываю свою теологию на том, что Он достигает меня, вы знаете, ну, эта вера приносит намного больше результатов. То есть, я перестал кричать Дух Святой приди, Дух Святой приди, где чудеса и знамения. Она пришла две тысячи лет назад. Я специально сказал она, потому что настоящие евреи именно они понимают, о чем идет речь, потому что Дух Святой это она там так на самом деле. она пришла. Она в женском лице там на самом деле. Узнав об этом через пять лет, я понял, что у меня все нормально с головой, потому что мое видение было, когда Дух Святой пришла ко мне как она, и это перевернуло мои отношения. Ну, мне как мужчине всегда было Богу как-то тяжело, там, я тебя люблю, там, я сим-три-аси, я же мужик. вот, и чудеса, ну, не являются чем-то недостижимым. Это норма. Но в моей жизни, по крайней мере, работают все дары. Я вижу это. Я вижу исцеленных людей физически и эмоционально. Это вообще совершенно не то, зачем я гоняюсь. это норма. Ну, в моей жизни, по крайней мере, сверхъестественная. Я вижу это, ну, если не каждый день, то прям вот, вот вообще. Этого много, это нормально. Все, что я сделал, я принял Бога как любовь. Я понял вот в этом все. Просто погрузился в Него как в любовь. И ты уходишь из этого сезона каких-то криков, где ты пробиваешь небеса. Они пробились, она пришла. Он достиг меня своей любовью. И ты находишься в том сезоне, где ты просто являешь Христа. Все. Не какие-то доктрины, а являешь Евангелие через проявление Иисуса Христа. Вот и все. И все, что я знаю, это Христа распятого. Бог, который безусловная любовь. Люди, они прекрасно знают, что с ними не так. Но то, что их на самом деле меняет, это любовь. Весь мир, я так смотрю, ищет любви. Дети хотят любви. Йоныши, девушки хотят любви. Мужчины, женщины хотят любви. Старцы любви хотят. не наших доктрин, ну, поймите меня правильно, но это здорово. Но иногда доктрины, они так захламляют сознание. И ты слепил Бога из различных кусочков Библии. 3, 16, 4, 20, такой Бог у тебя. Из различных, различных мест писаний. И так Он делает, это так нельзя. И чтоб к Нему прийти, мне надо правильно вот так, вот так, вот это. И ты такой весь в напряжении. Нажал пять кнопок, на седьмую приходит помазание. Все проще. Все намного так проще. Когда я там был, ну, когда я видел там Иисуса, это было так просто все. Все, что Он делал, Он по-настоящему доносил до людей, что Бог совершенно другой. Они знали Его как какого-то тирана, а Он пытался им объяснить, что Он вообще другой, что Бог вас любит по-настоящему, что вы уже приняты. И я просто погружаюсь туда все больше и больше в это откровение безусловного принятия, безусловной любви. что меня изменило? Да у меня нет никакой силы воли. Все там думают, лау, ты там то-то. Да какая там сила воли, о чем вы говорите? Я знаю, кто я такой. Я знаю свои слабости. Я знаю, что вообще не это поменяло меня. Меня поменяло тогда, когда ты просто мордой в грязь, а Бог поднимает тебя и говорит, да ты святой. Вот что тебя меняет. Серьезно, по-настоящему. Он просто берет и говорит, да мне все равно. Ты мой сын. Ты для меня святой. Ты для меня самый лучший. Ты для меня любимый. Если бы ты был один на этой земле, да я бы ради тебя пришел и умер и все бы пострадал. И ты просто думаешь, мне вот это все Бог простил? Да. И ты потом второй раз так делать просто не хочешь. Серьезно. Вот что меняет. Не то, что тебя бьют Библией по голове и читают списки того, чего делать нельзя. Мы пришли в церковь, написали себе список. Вот это, вот это, вот это делать нельзя. Пришли новые люди, мы им эти списки показываем. Видишь, Бог такой. Вот этого всего делать нельзя. А люди просто хотят любви. Аминь. Спасибо вам за внимание. Я так не готовился просто вот то, что было в моем сердце рассказал. Про того Бога, которого я знаю. И все больше и больше просто погружаюсь в Его безусловную любовь. И все больше и больше понимаю, что я так ничего не знаю вообще. Так мало. Все, что я знаю, что Он любовь. Вы что-то приняли? Спасибо, родные. Спасибо, Gino.